Когда нужно корабль, а если надо и самолет. Гроза и ужас неприятельских кораблей времен Холодной войны. Экраноплан проекта «Лунь» поменял место прописки. От Каспийского причала направился к Дербенским берегам. Его построили в 1983 году. Единственный в мире ударный экраноплан-ракетоносец. Но судьба его полета была краткосрочной. Около завода «Дагдезель» в Каспийске он простаивал больше 30 лет. Поэтому к новому путешествию его готовили тщательно. Спустили на воду многотонную махину на специальных пластиковых понтонах. До этого проверив корабль-самолет на герметичность. Ближе к полуночи водоплавающая птица отправилась в путь. Дорога на юг заняла больше 12 часов. Экранопланы начали разрабатывать в Советском Союзе еще в 20 века. Первенцем проекта и по совместительству с самым большим в мире экземпляром такого типа судов стал корабль-самолет, созданный в 1966 году конструкторским бюро имени Алексеева. Летные испытания решили проводить на Каспии. На борту красовались буквы КАЭМ, которые расшифровывались предельно просто – корабль-макет. Но натовские военные узрели в этих буквах другой смысл, назвав лунь каспийским монстром. За рубежом этот чудо-проект вызывал восхищение и страх. И устрашающее название данной экраноплану по его рабочей аббревиатуре было недалеко от истины. Неуловимый для радара, внезапный и опасный. Лунь получил статус убийцы авианосцев, ведь его оснастили противокорабельными ракетами. Корабль, летящий со скоростью самолета до 500 км в час. Это уже была не фантастика. Самый быстрый корабль идет, пусть даже 40-50 узлов. Больше нету такого корабля. А этот идет 500 км в час летит на экран. Он минует минные поля, заграждения любые. Из этого он подлетел, выпустил ракеты, развернулся и улетел. Но судьба распорядилась иначе. Неудачные испытания и конструктивные недоработки поставили крест на будущем проекта. Теперь же у легенды военной промышленности страны начнется вторая жизнь. В филиале парка «Патриот», строительство которого сейчас ведется в Дербенте, у Луни летать не будет. Но зато сможет вдохновлять и звать в полет молодых ребят. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Касписк». Субтитры создавал DimaTorzok